Пандемия не повлияла на проведение мероприятия по итоговому сочинению. Выпускникам школ предстоит сдавать экзамен в ранее установленные сроки, но при соблюдении всех мер предосторожности. Ребята будут находиться в классах на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Мы проводим дезинфекцию кабинетов, обязательно термометрии на входе, использование обеззараживающих воздух лампы рециркуляторов. Все эти усилия и администрации, и педагогов, и, конечно же, наших детей и родителей на то, чтобы в едином таком сплочении преодолеть первый этап государственной итоговой аттестации и получить свой заветный зачет на итоговом сочинении. Итоговое сочинение – это допуск к сдаче ЕГЭ. Оценивается оно по системе «зачет» или «незачет». Как рассказала учитель русского языка и литературы Инна Барская, для 11-ти классников при подготовке важно научиться анализировать прочитанные произведения и грамотно выражать свою мысль. Сложности, наверное, в том, что ребята боятся высказывать свою точку зрения и стараются держаться в рамках предложенного формата. Это не всегда им помогает, иногда даже просто мешает. Но предлагаем освобождаться и быть немножечко свободным. Учащаяся Видновской школы номер 9 Мария Бамбак подготовке к экзамену уделяет много времени. Каждую неделю выпускница пишет по сочинению. В сентябре пока еще были неизвестны темы. Было достаточно сложно, потому что готовиться надо было практически ко всему. Но где-то ближе к октябрю ФИПИ выложила направление и стал понятен вектор нашей работы. 11-классники должны написать сочинение за 3 часа 55 минут. В этом году представлено 5 тем на выбор. Какая тема тебе ближе? Я и другие. Ну почему? Ну, мне очень интересная тема, понравилась. И большинство произведений подходят к этой теме, которую мы изучаем. Единый день сдачи письменного испытания пройдет 2 декабря. Предусмотрены и резервные даты для пересдачи. Это 3 февраля и 5 мая. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.